добрый день дорогие друзья я в прямом эфире у меня сегодня в гостях лера кудрявцева лерочка добрый день я тебе присылаю пригласительный вот и ты в свою очередь можешь мне написать любой комментарий как я тебе объяснила я тебя сразу смогу добавить так ждем лерочку надеюсь что через какое-то время мы будем вместе лера заходи подключайся жду тебя май лав обсудим все последние новости что происходит так шлю лере пригласительный так 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 лерочка не вижу пока тебя так 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 все вижу лера тебя сейчас 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 лерочка еще раз не напиши куку вот и мы будем в эфире давай еще одну куку если можно и сразу же тебя подключу так все сейчас все мать всем привет так маша давай скажи пока всем пока пока все все поедем да ну как вы там что едите что нынче я так и знала что ты как обычно неприятно и красивая понимаешь почему а потому что глаза серьги большие серьги это всегда такая мне мне пришлось даже глаза накрасить подожду слушай ну прекращай ты тоже дома форме не надо у тебя как и у меня молодой муж поэтому ты точно дома не сидишь палатки зашмоктанный нет ты на самом деле ты последнее время очень неприятная понимаешь ты везде блять красивая на спорте вот это все прям вообще ужас а что а ты можно подумать даже некрасивая стройная сексуальная вообще это все фотошоп если ты про инстаграм я тебя умоляю слушай у тебя всю жизнь тоненькие ручки ножки все нарисованное так сильно подожди ты меня знаешь что скажи а как мне стой подожди я сейчас тут я видишь вообще в двойной эфир это первый раз так сейчас у меня у меня да у меня закрылась как-то что у тебя в эфире все а ты просто не не переворачивай ты просто переворачиваешь вот поэтому соответственно я делаю хоть фильтр а что это за фильтр у тебя когда ты это хануму делаешь это ханума подожди это мой любимый я не знаю я где-то нашла его это мой любимый фильтр так а ты не знаю не помнишь советское время был грузинский фильм ханума ни разу не видела что а ну вот видишь как хорошо все так я радуюсь это ты что это не просто это музыкальный спектакль ленинградского большого драматического театра он даже где-то должен быть выложен поставлен георгию в станок умоляю просто зайди посмотри надо посмотреть обязательно да это просто такой кайф вообще получишь ханума у нее такие а я смотрю думаю не могу понять что ты все время в этой хануме сидишь а слушай я у меня не было ассоциации на хануму это было очень просто толстая смешная морда а я смотрю а чтоб ты просто понимала уже который день на эту хануму и я думаю нифига себе лера жжет то есть вообще действие этого ну как бы сюжета происходит в тбилиси в армянском квартале авлабар в девятнадцатом веке а я авлабарская я родилась на авлабаре чтоб ты понимала но это все для тебя все для тебя конечно и там короче разорившийся грузинский князь планирует удачно жениться и нанимает известную сваху хануму и дальше там собственно говоря действие происходит по списку это такая знаешь как современных госкорпорациях советница а ну да давай к нашим баранам короче нам с тобой много чего надо обсудить мне кажется ну что погнали ну во первых я тебе в очередной раз хочу в публичном эфире признаться что ты была моей ролевой модель ты знаешь эту историю помнишь расскажи людям люди значит я когда приехала в москву я приезжаю в москву мы с моей подружкой ликой кабаладзе значит живем в коломенском у бабушки и и значит в одной комнате мы в другой комнате бабушка и смотрим телевизор по вечерам делал ни хрена денег ни на что нету я только на учебу туда-обратно лика что-то пытается тоже делать и мы значит у телевизора у партийной зоны и мы смотрим на тебя и просто вот не ты наша дверь в другой мир понимаешь что мы когда-нибудь придем и нас запустят потому что мы очень боялись 94 год или 95 где-то так что мы такие лохушки что мы придем и нас не запустят нас на контроле отсеет и соответственно мы опозорились и надо как-то заработать 2 рубля чтобы так одеться чтобы нас не отсеяли и ты ночи я сейчас подумала о том что это было 25 лет назад вот 25 лет назад ты одна из самых роскошных девушек современности ты тогда с кем встречалась тогда 95 год вот у меня сейчас нормальный вопрос задала а тогда у меня был один идиот шизофреника я про которого рассказывала который мне мешал работать жить вообще все а это олигарх был по наше время да 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 подожди это он тебе подарил у тебя был красный кабриолет да я же тебе говорю да красный кабриолет роскошный он был у меня и у макаревича да и он но это он но он больной человек это потом оказалось что он просто шизофреник я думаю что эту историю в те годы просто знали все то есть он был влюблен в тебя подарил подарки хотел чтобы ты сидела дома классика жанра да да все то же самое что было в жизни у мэрилин монро это ее знаменитый брак джо димагжо баскетболистом когда он ее дома посадил макароны варить она чуть с ума не сошла и кажется к миллеру тогда сбежала что я думаю что это не это это не единичные примеры таких просто миллион но к сожалению тогда это же все было в супер диковинку как ты понимаешь тогда это просто никто даже представьте не мог это первый богатый парень естественно 90 годы ты понимаешь бандиты деньги охрана эти ой ужасный не хочу давай давай телефоны чемоданы смотри ты была бэк вокалистка в коллективах певцов осина титамира саруханова владимирской то есть просто ты была на заре вообще зарождение российского шоу-бизнеса у его исток это у этого это ужас я сейчас вспоминаю это все так а сейчас хочешь вопрос вот то есть условно самый главный вопрос в америке сейчас ко всем кто стоял у истоков шоу-бизнеса был ли тогда харассмент лера лидеры относились к коллективу с уважением и заботой или все-таки через 20 лет теперь мы можем сказать что харассмент имел место в россии тоже вот тиноч ты как молодец сейчас сказала да нет я думаю что и 20 лет назад это имело место быть может быть просто это называлось как-то иначе но то есть это все было у нас тоже я думаю что ты и ты же ты тоже знаешь все конечно слушай ну я вот тебе могу честно сказать я даже когда вся эта история была я рассказывала мне вот как бы да там как только что-то понимала что мне что-то не нравится у меня язык и тогда был глины просто тогда получала по башке за это но и например там работу не могли дать там условно что-то но так чтобы мне кто-то положил ногу на ляжку я сижу как бы и задыхаюсь и не могу ничего не сказать это было нет со мной слава тебе господи меня это 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 миновало но я слышала ну нет это было но на самом деле это было не так как это вот сейчас в америке на самом деле прям в наглую но у нас это все было ну как откуда вот эти анекдоты идут хочешь шоу-бизнес про я продюсер то есть это же все из народа слушай смотри то есть получается ты с девяносто пятого года на телевидении ты работала на мус тв тнт тв 6 нтв партийная зона муза босс испытания верности виджей на телеканале мус тв телеведущая на канале тнт ведущая музыкального фестиваля новая волна юрмала песня года в паре с серёгой лазаревым но и реально а вот огонёк прямого этого слова столько лет быть красавицей доброжелательной вот никто же про тебя не может несмотря на то что хейтеры сейчас чтобы вот наши подписчики понимали я канделаки заплатила вот за эти слова а почему я тебе скажу например все подписчики понимали я у берегова владельца издательского дон семь дней лет пять назад спросил а скажи какая самая продаваемая обложка мне ответил лера кудрявцева да конечно ты кажется не помню было с макаровым уже нет получается или еще не было я говорю а почему кудрявцев это звезд так много чё кудрявцева потому что каждая русская женщина провинциальном городе заходит в парикмахерскую видит соответственно даже не просто а и каре прическу вот это вот и думать что у нее тоже мог могло бы получиться или может получиться или она тоже так сможет но что очень близка в этом смысле вот ну как бы к женщинам которые из провинции хотят приехать прорваться в москву и чему-то добиться глядя на тебя не в это верят верят в свою силу так чего уж тут стесняться ну давай начнем с того что весь наш шоу-бизнес в основном приезжий если уж так давай по чесноку москвичей раз-два-три я обчелся а никто так не выглядит как ты милая моя в этом все вот это ты сейчас хорошо сказала у меня будет 45 я все время говорю что я убиваюсь что только я с собой не делаю чтобы хорошо выглядеть но ты-то не убиваешься я вообще ничего не делаю ты меня прям бесишь вот это вот своей гладкой кожей понимаешь вот это вот все вечно это ты ничего не делаешь лера ты все время готовишь ешь кормишь да я думаю выпиваешь когда тебе хочется я не выпиваю потому что я уже свое когда-то отпила то есть вечером бокальчик нет вообще ничего смотри видишь поэтому отеков нету вот сигареты хорошо но все равно же куришь и ничего курю и ничего ну пока наверное да но тем не менее слушай еще раз тебе повторяю они на тебя смотрят женщины думать нифига себе 45 плюс так выглядит молодой муж еще и родила вот я горела с яной рудковской какая неприятная надо вот в этом отношении говорят про меня но она прям раздражает блять ты знаешь нет вот мне кажется ты как раз из нас всех меньше всех раздражаешь вот мне кажется что тебе в этом смысле больше верят потому что дальше как на свадьбе я помню не знаю правда или нет мне кто-то сказал что сушите вы меня все так достали ну вот сколько проживу столько проживу зато буду кайфовать что мне сейчас думать макаров будет со мной 80 или не будет да да было а как это звучало на самом деле ну приблизительно так послушай ну когда это же очень часто задается вопросы да задаются вопросы вот тебе вот как 16 лет старше мужа и что дальше я говорю ребят послушайте ну успокойтесь вы но окей ну жопа отвиснет кто спойдет но найдет себе какую-то молодую ну и не вопрос ну как бы я к этому готова я живу сейчас здесь у меня все хорошо мне есть любимый муж у меня дочь а потом если вообще об этом париться лучше тогда не жить а у меня большой вопрос вот всех этих людей всегда хочу спросить а вы считаете что все кто вышли замуж 20-летний за 45-летних с ними обязательно доживут потому что просто в силу 25-летней разницы дождутся их смерти ты понимаешь да не понимаю я как раз хочу спросить почему люди так думают объясни мне послушайте я очень я как бы задавала себе этот вопрос и тоже когда кстати выходила замуж за человека который младше меня на 16 лет я мужа своего спрашиваю игры слушай но вот тебе не страшно будут говорить мне плевать игру мне тоже плевать но очень часто когда ты вот об этом задумаешься почему и начинаешь считать разных психологов да но вот как же это же все будет такое не они будут не на одной волне они будут и это все можно много перечислять но это такая все ерунда когда говорят что один ты сама понимаешь у тебя молодой муж я тебя лучше всех понимаю поэтому я это с тобой внешность да какое-то время она имеет значение сколько лет ну может быть но потом это вообще все стирается вообще в семье это реально стирается но какие-то другие вещи которые нравятся мужу которые нравятся мне ты уже родной человек тебе есть о чем поговорить да ну куча всего если ты на одной волне если есть какое-то уважение а любовь я не знаю там что-то ну вот это возраст вообще не имеет вот значение когда я выходила замуж ну когда я выходила замуж мне говорили ну все разведется через год через два все кто это говорил сами развелись через год через два но ты же понимаешь нас в этом году восемь лет уже ну ничего жизнь прожили уже кусок жизни не а ты понимаешь что условно в твоем и в моем возрасте тебе должен быть муж 65 потому что если ему будет 65 вот давайте вот не надо вот пусть вот у них будет в их возрасте муж 65 можно нам вот дать им но я давно да я в этом клубе раньше вас всех мы все просто сидели и чего-то ждали мы все время ждали что какой-то придет миллиардер и сделает вам предложение я еще 10 лет назад беру не придет идите сюда здесь на этом берегу гораздо лучше каждый день смеешься радуешься чувствуешь себя гораздо моложе это правда это правда я честно тебе могу сказать ты знаешь мне нравится я люблю взрослых умных интересных мужчин но вот я с трудом представляю их семейной жизни потому что мне кажется что он значит все равно с возрастом присутствует такая некая некая занудство ну вот ты понимаешь да чем я говорю конечно а у нас не занудно почему потому что я над макаровым в этом смысле доминируешь ну с точки зрения быта семьи там типа я с оттенутой женщина прекрасная хозяйка там и все поэтому так легко или или почему ну макаров чего не нудит ну под ну нудит иногда мне иногда кажется что он даже знаешь больше старик чем я старушка а вот этой серии ну чё нудит чё мужики нудят но мой нудит если я невнимательна если вот опять ты в своем телефоне уже послушать что я говорю мой очень умный поэтому когда он говорит он любит чтобы я его слушала нет мой нудит ну так по всяким таким бытовым мелочам по работе по своей но как-то ну в общем они сверничают скажи мне потому что мне малкин такие гениальные вещи рассказал что они ночью когда ну вот он говорит ягод сплю а все равно все свои там победы провалы я их все равно в голове прокручивают то же самое я вот про это и говорю если нудит то только вот по хоккею а то есть если условно говоря игра пошла не так как планировал все все это вся ночь это вся ночь все мысли он может не спать он гоняет пересматривать что там пере это пере вот для меня это прям а вместе спите или вот тебе нравится новая знаешь есть тема типа спать в разных комнатах чтобы не привыкать друг другу и все время нет мы спим вместе мы спим вместе но вот несколько дней я его отправляю у нас просто два дома в дом для рабочих ты его отправляешь да молодец молодец не для рабочих у нас хороший хороший такой хорошее условие для рабочих да нет я тебе объясню и ему и мне иногда нужно свободное пространство и когда вот сейчас вот этот карантин самоизоляция когда ты 24 часа вместе то все равно нужно и мне одной побыть вот мне просто даже вот час вечер наступил да мне нужно посмотреть сериал почитать что-то там покопаться с кем-то пообщаться у него то же самое и поэтому можем вот как-то разделиться и он может просто случайно там уснуть в соседнем доме это очень хорошо это хорошо да и тут вроде и рядом вроде и погулял а вот кстати а где вот он да ой а нет он не в этом а он он лежит на диване а слушает нас а твой то где а мой на работе о конечно у них же организация ты понимаешь какая он на работе все в масках совсем пошел а маска рукавички а ты что не то слово просто весь я его не узнаю когда заходит такой ощущение а вот ты мне скажи а у тебя есть вот с ним какой-то а вот что ты постарше помудрее по умнее по такая волевая у тебя есть какой-то у меня аж другая история была ты помнишь что я на него повелась на мозги он же был очень умный у самого детства он выпускника философского факультета отделения политологии они там целая компания были несколько парней один из его товарищей как раз однокурсника он мой партнер по бизнесу в анселеджи и они были дико умные и представляешь вот в дремучие времена когда вообще мне все там у меня есть видео где мне лолита какой инстаграм что за 100 грамм мне моисеев говорит вообще какую херню ты лезешь киркорову я вообще сама сказала что инстаграм надо открыть вот спросил я помню что ты первая говорила что за интернетом будущее это правда это даже я помню да а он в этом всем был и я к нему такая пришла мы с ним познакомились он делал пионерские чтения и пригласил меня соответственно пионерские чтения и вот так вот мы когда познакомились и начали говорить про будущее будущее а я на это очень ведусь у меня даже такая ну не первая любовь а скорее всего первые какие-то отношения в дбилиси были с парнем который был гораздо образованнее умнее меня вот меня реально книжками можно соблазнить то есть вот на чей-то понимаешь интеллект не потому что я хочу умнее оказаться сейчас или например там всем сказать что вы знаете я выбираю умных а другие выбирают красивых нет конечно но я реально очень ведусь на это то есть если мужик супер красивый но мне с ним говорить не о чем это и в юности и в молодости так было у меня ничего там не может быть это правда прям вот прям моими словами говоришь а тебя макаров чем взял спортсмен же все таки а я тебе сейчас объясню ты знаешь чем на то время один а не было мужиков которые бы ну а скажем так меня не боялись подойти до познакомиться а потом наверное просто своей наглостью ну я я я честно говорят ну так немножко со мной никогда никто так не смел разговаривать а как это было расскажи ой 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 наглые да наглые просто человек подошел говорит я пришел знакомиться меня зовут игорь я говорю у меня зовут лера ну пошли ужинать я говорю ну пошли прям вот так а потом не на самом деле даже не в этом они не не в этом не 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 то что пошли у нас там был такой момент когда мы приехали в магазин за продуктами я и он горит час я типа выйду там но куплю бутылку вина и поедем я говорю ну давай я осталась машине сидеть а он вышел бит а чё ты сидишь то давай встала пошла ты чё уселась тут и я вообще я такая нифига себе нормально вообще со мной так разговаривает борзо встала и пошла и все до сих пор почувствовать себя маленькой девочкой конечно тина конечно вот это вот вот это вот вокруг меня вот это мне вообще никогда не надо было а скажи такую вещь да да столько лет прошло всю одну вещь хочу знать сколько ты держалась я такая пауза выдержал честно восемь часов с момента знакомства то есть я с ним познакомилась все мне было понятно в первую минуту 8 часов я продержалась ты сколько продержалась меньше 8 часов ты шутишь нет в первый же день до идеально вот это идеально это прекрасно я тебе объясню тин но я может быть сейчас конечно вру что 8 часов мы познакомились с ним вечером мы проговорили с ним до 11 утра причем заметьте я не пью я и наркотики вообще не употребляю мы проговорили с ним до 11 утра ну в общем в принципе мы познакомились мы больше не расставались слушай ну вот в принципе мы вообще больше не расставались это ты понимаешь да это такие примеры там галина вишневская растропович не бывает я ну я думала что такой это знаешь но это вот случай я не знаю как это назвать не а потом ты заметь что никто не собирался мы понимали оба что мы ну просто познакомились ну вот ну просто там ну вот то есть это как художественный фильм за эти 8 часов произошла целая жизнь да когда ты начинаешь разговаривать с человеком это разговариваешь с человеком и думаешь блин мочи ну просто мой а кто проявил инициативу то есть вот ты понимаешь что ну все все ясно и тут все равно на теле он мне говорит что я ему глазки строила я говорю не вреда ты тут ходил вокруг меня ну кто-то же должен был сказать пойдемте домой ну он конечно не я же молодец ну почему иногда знаешь уже так надоедает нет 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 но он в этом плане так а подожди а у тебя-то как ты что-то меня ты знаешь здесь правда совесть чиста вот не хочу быть лучше чем есть долго долго конечно но ты грузинка тебе надо не даже не поэтому а он вообще даже не понимал реально он сам это когда-нибудь он у меня не публично просто но сам когда-нибудь это рассказывал долго очень потому что он не понимал вообще что такое возможно и нам прям реально было вот мы с ним разговаривали вот ты говоришь вот говорили мы говорили но мы сразу же стали что-то вместе придумывать снимать сделать продюсировать и все это очень долго длилось такого не было то есть у тебя такой бизнес служебный роман ты знаешь а да и для меня наверное это в отношениях важнее всего не потому что практичность просто если я что-то не созидаю значит я что-то разрушаю и мне обязательно нужен этот созидательный импульс понимаешь что-то строить с человеком потому что если я что-то строю то в процессе этой стройки он меняется я меняюсь понимаешь я я путник я не сколько вместе уже скажи мне двенадцать наверное двенадцать лет каждый но вот что-то поменялось все то же самое просто наш дом поменялся машина поменялась там возможности изменились вот но вот как были фантазером не знаешь в хорошем смысле этого слова так и остались фантазер ты меня называла да вот абсолютно и не можем остановиться и он видимо из-за этого со мной держится и я с ним потому что если бы вот например ну все равно какой-то первый уровень там материального благосостояния пройдет ну типа ты сядь дома мать отдохни там или там ты угомонишь но мы просто два неугомонных человека мы держимся именно на этом я считаю наш брак держится а у вас тин мы настолько я тебе серьезно говорю я вот другого вообще не представляю вот он у нас все мы вот как знаешь батарейка плюс минус с одной стороны а с другой стороны я вообще не представляю я другого человека рядом вообще собой не представляю мне комфортно все а ругаетесь уже нет это все-таки наш возраст потому что вот я тоже не ругаюсь потому что я думаю что возраст я уже знаешь об этом говорила мы ругались первый год когда у нас была притирка там я уходила била кастрюли в двери вышибала ну то есть я уходила каждый раз навсегда и как только мы поженились официально вот все вот ну ругай ну нет да не ругай я правда я уже забыла когда мы ругались а венчаться хотите скажи мне тебе это важно нет вот это значит для некоторых венчание важно ты знаешь мы как-то мы даже как-то это не обсуждали как да как то вот а еще детей хотите не побоюсь этого вопроса тиноч ты знаешь хотеть и мочь это теперь уже две разные вещи ну слушай мы девочки все обсуждали все понимают что не получается так есть как бы суррогатное материнство слава богу его никто не отменял или он принципиально что только сама ну ты знаешь но я думаю что суррогатное все таки это но пока не мое вот и к ну вот как бы да суррогатное пока если там еще вот какое-то время я кстати его недавно спрашиваю врачом может еще одного но уже мальчика точно хочет это же понятно нет 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 не хочет только девочку вот это да вот макарова особенно то есть он не хочет макарова нет не хочет только девочку и вот то что хотел вот пожалуйста у нас родилось я уже тоже думала может быть еще может еще как вот по здоровью но по здоровью у меня уже вопросы конечно все равно тик-так годики пролетают годики но насчет суррогатного материнства не знаете значит такой сложный вопрос очень знаешь но но ты девчонкам что совет уже после сорока делать очень много всяких очень осторожно очень осторожно тим у меня был очень тяжелый путь я а а туплю иногда на эту тему потому что меня не люблю рассказывать для меня это была очень очень такая тема эмоционально психически очень тяжелая и к вопросам эко несмотря на то что безусловно все ну ты понимаешь да что двадцать первый век все это уже это после сорока очень аккуратно с гормонами очень аккуратно ну то есть побочка всякая все равно а бочка вся все как и потом это еще может быть не с первого раза и не со второго и может быть даже и не с третьего ну ты знаешь я наверное я очень я вообще боялась я вообще боялась выношу ли я я до последнего лежала просто кверх ногами кверх ногами просто молилась господи пожалуйста ну вот только пусть ну лишь бы родить лишь бы было все хорошо но я честно могу сказать я машку вымолила как это я я я знаешь я не знаю тимыч я у меня такое вот ощущение что бог меня слышит вот есть какие-то вещи когда я очень эмоционально что-то хочу вот внутри да вот я прям прям вот внутри себя что-то хочу через какое-то время у меня это вот не боженька это дает не просто так через какие-то там испытания там вот все что связано с и по это конечно я прошла адище народа народа на родах был макар ну нет я причем его звала он говорит нет я не хочу я боюсь попугался страшно ну-ка не когда-то разносится по полной программе но это он кстати вот не из тех что я буду на родах держать тебя за руки он ну такой в этом плане не 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 а когда родила пуповину он перерезал ну нет его не было а нет да ладно его не было нет его не было он небось по-грузински гульнул у нас знаешь как мужики у них у нас мужики в трехдневный запой уходят естественно естественно конечно у меня там даже была история из роддома меня не сразу приехали забирать потому что были немножечко в загуле да ладно родной наш любимый но это ладно это уже все все это уже простилась давно не ну слушай ты знаешь я вот обращаю внимание конечно мужиков очень рвет когда мы беременны это понятно рвет их пока мы беременны рвет когда рожаем да вот пока мы этого не боялась боялась потому что нет у оксана это же кошмар четверо я детей их обожаю я их просто смотрю ты знаешь вот как самоположительный сериал детей джигана таких куклят но просто я честно говоря вообще так и не знаю что там произошло честно говоря тима ну то ли руку поднял то ли на изменах то есть вот все что не должно всякое бывает семейной жизни оксана ну все мы живы лир всякое бывает семейной жизни мы все как бы да там много видим и проходим но я так понимал что все это сконцентрировалось момент рождения ребенка что меня просто добил меня даже немного напугало ты знаешь думаю может у нас были первые первые дни очень тяжелые правда ну прям вот тяжелый месяц наверное первый месяц был тяжелый а потом все таки когда знаешь я на самом деле не думала что мы будем с тобой об этом сегодня говорить поэтому я прям даже теряюсь когда об этом говорят потому что у меня были но были непростые моменты и во время беременности и во время родов и как я машку вынашивала и как я ее хотела и сколько я сделала и как это было сначала у меня были инсеминации ты не знаешь что такое не надо тебе это знать и березкой стояла и все это там вливали и все делали все я дико боялась я не делал никакие фотографии ничего то есть я прямо сидела дома и молилась господи пожалуйста пожалуйста вот чтобы чтобы все случилось то что я понимала прекрасно что после 40 кто говорит что это легко это нелегко это абсолютно нелегко это просто нужно очень этого хотеть и очень аккуратно подходить к гормонам очень аккуратно потому что нашим гинекологам очень легко в тебя вколоть я колола тоже там живот какие-то но я очень от многого отказалась но последствия потом не очень хорошие что девчонкам посоветуешь потому что ты в этом смысле открытый человек это очень людям помогаешь вот ты знаешь ты знаешь я посоветую если есть возможность лучше в израиль в израиле сделать это и кода ты имеешь ввиду а почему разница очень многие девочки я не знаю как объяснить чем разница и очень многие мои знакомые и твои как бы ты знаешь их но неважно не буду их называть очень многие делали и к в израиле я не знаю какой там уровень потому что я все-таки это делала в москве я не готова была перелет это все мотаться мне нельзя было да они делали там что у них там прям с первого раза все получалось от чего это зависит я не знаю и у них была меньше гормональная нагрузка а что девчонкам посовету по отношению к мужикам потому что ты сама сказала что и тяжело пока беременная тяжело первые месяцы все хотят а потом все привыкают я так вот и с тобой это понимаем что это потому что у нас были старшие дети и есть то есть мы понимаем что это не только радости нет послушай если их ты хочешь первого ребенка там кто-то после сорока то конечно наверное это не так все просто потому что ты правильно сказала у нас есть взрослые дети мы уже понимали как бы я понимала да что для чего как бы я машку просто вымолила я так хотела потому что вот эта карьера 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 работа работа у меня не было проблем с беременностью никогда то есть как кошка раньше вы просто как кошка ты беременела еще помимо жена помимо жена я сейчас зачем об этом говорить так мало того что я беременела и после машки ты шутишь я не шучу то есть это вот синдром хогачи или да я не знаю наверное это синдром хогачи когда у меня родилась машка через четыре месяца я что-то как-то у меня подтягивает я ничего понять не могу этих дел нет я думаю так чуть какой-то сбой и не поняла мне с мамой улетать в оман я звоню гинекологу я говорю наташ я наверно сейчас к вам приеду я дам какие-то анализы потому что что-то ну пину тянет задержка какая-то такая серьезная я не пойму что я приехала к ней она говорит ну мы там сдали кровь на грис лучше ну может быть тебе правда там уже там начать пить какие-то там препараты что-то там гормональные я говорю не наташа давай сначала узнаем все она говорит давай раз пришла ну посмотрим тебя мы посмотрели она пять минут молчит она гритлер я что я все я уже думала что у меня там ну просто сама понимаешь моей тревожной голове я себе там такое на я говорю наташа что что там беременность два месяца уже два месяца не сном не духом после машки через четыре месяца а ты не доносила или решила просто не носить уже не не смогла я на самом деле мы разговаривали с игорем об этом я грудно чего и мы решили что как получится он типа если я смогу выносить то как бы да но конечно у меня была такая тревога но не сложилось слушай но это ты знаешь это вот мне когда я родила миланку не все гриле вы не переживайте месячных нет а значит кормите ничего не будет нормально все будет вот все кто девчонки рожают просто знаете и дел нет и грудью кормите и забей менять можно я прям это подтверждаю то что у меня знаешь как мультики том и джерри глаза на лоб да слушай ну круто я как бы я не думала у меня маленький ребенок я смотрю ну чё-то вот подтягивает спину ну задержка какая-то он думаешь ну только родила как какая там задержка там во-первых еще ну вечных же нет после рода какое-то время и то есть у тебя какие-то а потом иди и говори 45 плюс милая моя вот тебе 45 плюс но правда все сдвинулось понимаешь просто правильное питание правильный образ жизни хорошая генетика но то есть на самом деле очень сильно изменили возраст старения женщины но у нас что вы до климакса все все равно девочки какая разница не ну ты же знаешь нет ранний климакс он может быть и в 35 это право сейчас вообще кстати ранее слышала уже да может быть абсолютно по-разному и может подожди а ты вот скажи тинача у тебя мысли не было еще малышку или малыша конечно есть муж молодой естественно все то же самое что ты сказала то есть все кто хотят все кто впервые становятся родителями мужчины они все конечно хотят естественным способом но пока как бы возможность есть ждем если такая возможность не сработает то чего уж тут народ за нас водить понятно что посмотрим в какую-то другую сторону ты понимаешь в чем дело я тебе скажу такую вещь тебе просто повезло у тебя же жан старше моего жану где-то 25 26 завтра ему будет 30 14 апреля у него завтра юбилей прекрасно заранее не поздравляю молчи я ему уже сегодня написала я говорю жан я родила 18 мне исполнилось там 19 там через сколько 30 лет тина моему сыну завтра ты же объясни мне у тебя же внучка есть ну ты блядь сейчас все хочешь все тайны чего вы так все этого я умоляю милане я говорю миланечка заинка если вы держал уже роди я буду самая счастливая бабушка на свете знаешь как я от этого кайфую меня вообще это не ломает бабушка как же спать бабушкой меня не ломает это у меня внук внук у меня внук на три месяца старше машки моей уже здесь мы уже здесь ржем тетка то есть маша получается тетка же а он при а он племянник она тетя маша тетя у меня маленькая тетя к я слушаю гениально вообще вот это счастье у меня в классе была девчонка и у него вот как раз все девушки женщины в семье очень рано вышли замуж и рано соответственно матери было 35 мы в школе учились эту одноклассницу мы выдавали замуж уже в одиннадцатом классе а бабушке было около пятидесяти чтобы ты понимала да то есть понимаешь я все время на них смотрела и думаю господи как же это круто как же хотелось бы вот пройти вот такой путь я не так рано как ты родила но относительно современного времени рано достаточно и если я стану бабушкой в ближайшие три года я буду самая счастливая женщина на свете вот в ближайший год господи у меня ты понимаешь чем дело у меня смылось вот это потому что они родились с разницей в три месяца и все свои и вот эта вот грань она понимаешь она смылась вот внук дочь вообще ее просто нет я говорю сейчас настолько другое время что вот но если бы мне когда-то бы кто-то 20 лет назад об этом сказал я бы сама не поверила что вообще такое может быть не ну это абсолютно конечно другой мир это такое счастье ты знаешь быть молодой быть сильный быть красивый быть еще здоровой и иметь возможность вот так вот видеть как самое главное здоровье тина я тебя хотела кстати спросить вот ты что про про коронавирус то думаешь я понимаю что он уже всех задолбал ты вот эти вот читала все находила про билл гейтса да что он предрекал это все конечно есть очень много всяких исследований у американцев было исследование я тебе скажу такую вещь сколько бы мы сейчас все друг другом не говорили про теории заговора все равно ли не понятно искусственные естественные и правду никто никогда не скажет это надо понимать искусственный по днк он рисовывается у меня вот максим с кулачев который вот я его давал на него ссылку он биолог из мгу я ему задавал этот вопрос он говорит что это не искусственный вирус потому что искусственный днк расшифровывается элементарно и что это как бы реально от летучих мышей но вот а ты смотрела фильм я все мозг вынесла уже ты смотрела фильм с аденберга заражение нет да ладно вы с макаром вместе кино смотрите ну конечно значит сегодня вечером и от вас будет смс котиночка на что-то нас подписала то есть там 0 0 все то же самое 2011 год я тебе больше скажу это не не одно кино которое вот да да есть миллион фильмов которые говорят вот то вот 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 о таких вещах не но просто у с аденберга конкретно от мышей то есть там все очень похоже и один в один практически как то что происходит сейчас и это прям такая ну как сказать но такого художественного способа предречь события я это все поняла там фильмы все вот ты ты на это как смотри что это но смотри слушай была испанка ты вот про испанку читала конечно ну пожалуйста значит за 18 месяцев во всем мире было заражено пятьсот пятьдесят миллионов человек умерла от семнадцати миллионов сейчас никто тогда такую статистику него до ста никто не знает точно сколько а ты хочешь сказать что ты коронавирус сейчас испанкой сравниваешь да и никто не знает понимаешь во что это выльется пусть никто сказки не рассказывает если бы знали было уже вакцина вот про что-то серьезно можно будет говорить когда сказать все вот вакцина есть она прошла клинические испытания и мы абсолютно точно можем сказать что мы знаем с чем мы имеем дело там миллион всяких телеграмме пишут вот все нашли вакцину все любой врач тебе скажет до окончания клинических испытаний нет а вот этот вот момент который вот тоже сейчас же его все обсуждают да что билл гейтс он же как раз таки занимается вот этой вакцинации и а есть какие-то его выступления несколько лет назад много лет назад когда он часто и очень часто говорил о том что у нас при население планеты слушай это да это такая рабочая версия что это типа естественный отбор и так далее это стиле билла гейтса но тоже ну это не особенно как-то сказать наверное человечество саморегулируется то что он имел и и наверное конечно перенаселение в любом случае чревато пандемиями тоже но вот так однозначно говорить что пандемия она появилась ради того чтобы отрегулировать численность людей на земле ну это не так уже лобовой но наверное да один из том числе и способов саморегуляции наверное да но ты я смотрю особо не не так не за это да ты работаешь ты ходишь ты не нет нет я много никуда не хожу я сижу дома я сижу дома у нас мама я и мама мы соседи я извиняюсь на здоровье я и мама мы соседи я туда-сюда дома мама мама дома вот как-то так те кто там условно плюс минус общаемся между собой ну это все вот такой узкий круг но врачи говорят что мы все переболеем это просто вопрос того кто как переболеет опять разные цифры не хочу межанулировать что типа 20 процентов переболеет и не поймет что переболела кто-то уже переболел не понял кто-то тяжело переболеет и так далее то есть то есть мы все равно типа все переболеем в целом да сейчас позитивно ты мне это все это клика Sachen друг 네가 ты понимаешь в чем дело здесь же тоже ты на ничьи от ничего не знаешь все вопрос иммунитета вот он сейчас и Canvas и хочет строить за своими детям раньше надо было годом то есть здесь корков lib занимайтесь спортом правильно питаетесь служить за свои your д aux ведь всегда дадить денег правильно пытаться и судить за своим здоровьем это не вопрос денег аналог а вот сейчас когда это говорит что мне неприятно потому что я не занимаюсь спортом и я люблю плюшки слушай но смотри Вот нам говорят, что у нас эхо, я не знаю почему. Вот у тебя у меня, вот я телефон дала, так эхо есть? А вот я не знаю, у меня даже нет комментариев каких-то, или ты их выключила, или я не знаю. Нет, нет, все идет. У меня что-то, я вообще ничего не вижу. Ну и слава. А хочешь, я знаю, что делаю? У нас и так с тобой, а Инстаграм, он выключает эфир через час. И нам осталось 10 минут. Я могу, знаешь, что делать? Выключиться и обратно к тебе вернуться, чтобы эхо не было. Хочешь? Давай. Давай. Ты мне только смс-ку скинь, как только я эфир начну, что ты на месте. Я тебя сразу перекручу. Так я на месте. Да, ну, чай я тогда перекручу, ладно? Давай. Давай.